Доброе утро! Всем привет! Я бы не сказала, что утро. Видите, мы уже типа такие свежие. А я бы не сказал, что она добрая. Ты бы не сказал, что она добрая? Да, я бы уже добрая. Доброе утро. Мы едем на третью? Или четвертую? Нет, мне кажется, третья процедура. Лазерная эпиляция у меня. Skin Pro. Будет сколько? То ли 8? 6. Ты не довольна, что 6. Значит, это третья. Что могу сказать по этой теме? Все хорошо, все работает. Я доволен. Я почти забыла, что такое какие-нибудь средства. Вот. Но еще надо. Вот. В любом случае, я не знаю, многие говорят, что там иногда что-то... Ну, кто-то говорит, что на всю... Ой, кто-то говорит, что на всю жизнь. Кто-то говорит, что иногда, может быть, что-то нужно будет поддерживать там раз в год, грубо говоря. Но, извините, сделать раз в год такую процедуру, и каждый день это большая разница. Что по погоде? У нас ночью что-то тут присыпало. Солнышко вылазит, но влажно, сыро, мокро, холодно. Плюс пять обещают. Ну, так, знаете, от этой влаги... Видите, как мокро. Я утром в садик с детьми ехала. О, так и видно. И встать некуда. Вот эта каша под ногами, это, конечно, не алло. Мы сейчас очень вкусно позавтракали. Правда, я чуть раньше, чем нужно было бы. Бутики с укрой поели. Никак мы не наедимся. А, почему раньше? Потому что... Ну, я еду на процедуру, потому что потом мы едем в магазин, Дома вообще нечего кушать. Но что готовить у нас, как всегда, мы не знаем. И... У нас в холодильнике эти есть, а давай приготовим это. А, Равиоля то что-то купили? Да, приготовим все. Да, тогда бекон купим. И все. Приготовить там с тобой поедем. Ну, это нам с тобой будет, да. Ты можешь сделать так вкусно, как Равиоля? Да, я шучу. А мы еще другие купили, кстати, Равиоль чуть-чуть. Почему другие купили? Такие в леду были. Ну, в смысле тоже со шпинатом и сыром, но мне кажется, упаковка другая. Ну, окей. Как смысл. Не хватает мне солнца, конечно. А не хватает мне вообще, мне уже хочется все, мне уже хочется лето. Я хочу ездить на дачу, я хочу весну, лето, я хочу там все делать, хочу, чтобы там были у нас тусовочки, костерчик, мангальчик, шашлык, башлык, банька, дискотека, что-то у нас еще. Ну, вообще, чтобы было у нас вот так круто, как каждый год, каждую весну, каждое лето. Я хочу там утром просыпаться, пить кофе в разных местах, на крыше, на теплице. Короче, я хочу так. Ребята, кто ждет дачный влог, плюс в комментариях. Мне стало скучно. Новый год мы встретили, теперь я хочу лето. Чтобы был какой-то у нас диалог и обратная связь. Поэтому хочу про комментарии. Спасибо всем огромное, кто поздравил маняши у нас с этими чудесными вообще праздниками за два дня. Спасибо вам огромное, кто нашел минуточку, написал лично, написал в комментарии и где угодно. И в тик токе писали, и там писали, и там писали. Спасибо вам огромное. В последнее время все равно, возможно, ретроградный Меркурий на носу или полнолуние. Но вообще, мы замечали очень интересно, когда занимаешься каким-то одним делом. Например, мы ведем свои блоги несколько лет. В смысле несколько. Уже достаточно много лет. И мы, так сказать, на опыте еще тысячу советов можем дать. И очень интересно наблюдать за людьми. У нас так получается классно, когда у нас появляются во влогах в жизни какие-то новые люди. Ну скажем, новое мясо. И вам надо обязательно этого человека или этих людей, если где-то кто-то мельком там или что, обсудить, обсосать и десять тысяч раз разочароваться, обосрать и так далее. Ну или хорошее что-то написать. Сейчас то же самое. И хорошее, и плохое вы пишете. У нас так было, я не знаю, про каких еще родственников заведения нашего блога никто ничего не написал. И хорошего, и плохого, да? Да все про всех все пишут. Это всегда нормально, абсолютно. Просто мне там люди писали, что, ой, я видела там или вид, видела комментарии, вы не обращайте внимания. Там куча всего хорошего напишут. А потом кто-то написал, что я не верю, что вы не обращаете внимание. Еще очень волнует. Вы заметили, что мы когда на машине едем, она у нас бывает делает... А, да, вопрос забывали. Делает... Не волнуйтесь, ничего плохого, это все в порядке. Ну, есть там момент, который... Ну, песчина, по-хорошему песчина. Это по-хорошему. Она предупреждает. Да. Все. Вот. И знали бы вы, как мы не реагируем. Мы правда не реагируем, нас правда не задевает. Почему? Потому что мы знаем, что... Мы знаем лучше все и видим все. А вы видите только через экран. И видите только то, что вы даже сами себе где-то надумали и придумали. Поэтому... Думал, думал, не придумал. Вы можете думать, считать, что угодно. Я знаю, что один человек знает, почему он на песне. И сейчас очень сильно смеется. Вот. Да, привет тебе. И... А, не один, даже несколько. Понятно. Даже несколько. Да. Так что нет, ребятки, нас не задевает. И вообще, вот когда люди оценивают жизни других... Блогер это такой человек. Ну, мы живем, как эти, на... Показ. На показ. И поэтому мы понимаем прекрасно, что вы все равно будете оценивать где-то, что-то, как-то. Но люди иногда пишут, что они разочаровались. Я сто раз говорил, не надо очаровываться. Мы же совершенно обычные люди. Вы сами каких-то идолов придумали, но мы абсолютно обычные нормальные люди, да? Которые могут где-то крикнуть, где-то поругаться, где-то ругнуться матом, выпить и так далее. То есть это абсолютно нормально. И мы все живые люди такие же, как и вы. И обычно, чаще всего, люди, которые оценивают чужие жизни, у них самих не все в порядке. У меня вот есть из последнего пример, буквально самый свежий. после вот темы про лишний вес, ну, девушка, женщина, я не знаю кто, ни картинок, ни аватаров, ничего нет, писала мне вот такими какими-то непонятные, короче, текста в директ про вес. Вот тема ее прям вот, я об одном, я говорю одно, она говорит другое, я говорю одно, она говорит другое. И она все к этой теме веса. А потом она просто сказала, что у нее очень большой вес. Ну, понятно, я сразу это поняла, потому что человек иначе бы не писал мне, иначе бы он не видел в любой теме тему веса, да. Я вообще про другое говорила, она про тему веса переключалась. У нее есть такая проблема, она не может ее решить, и поэтому она пишет мне про это. Короче, сегодня влог записан, всем пока, всем до свидания, я думаю, по времени уже. С вас подписка, комментарии, увидимся с вами завтра. Шутка. Всем привет, всем добрый день. Мы опаздываем, я слышу, что идет обходными путями, потому что видите, у нас здесь все плывет. Так, Бэху мы своим. Закрываем и идем. Я ей говорю, что мы опаздываем, она идет обходными путями. А я пошел здесь, сейчас тоже все нормально может идти. Сегодня мне увеличили мощность. было даже в одном моменте. Под коленкой там, где кожа потоньше, сосудики, все дела, видны венки. Было даже так больно чуть-чуть. Ну, терпимо, у меня порог боли очень даже ничего. Это я выяснила только недавно, после четырех родов. Нет, если так сравнись с некоторыми людьми, у меня порог боли такой. А пятые, если пятые роды, то вообще не похожи. Спасибо. И хороший результат, сказали, все. В следующий раз можно через пять недель. Записалась. Так, товарищи, я тут разложилась, мы уже сходили в магазин. Смотрите, какой у меня новый цветочек. Облитый увидела и взяли, понравилось. Пока я не начала гуглить, можете сказать, что это за название. Что за цветок? Как назовем? Ваши варианты. Итак, буду готовить. Кирюша придет, я сделаю равиоли, бекон, сливочки. Вот такие взяли. Как раз две порции. Больше такой никто не будет есть. Увидела, баклажаны на глаза попались. Очень люблю. И вчера ночью мне в тиктоке попался очень классный рецепт. Я его сейчас попробую повторить. На самом деле баклажаны я делала раньше немножко по-другому. Тоже вам расскажу. У Полинки подружка-одноклассница в гостях, поэтому у них музыка. Сейчас вообще комбинация играет. Я не знаю, тут сейчас будет у нас нарушений куча из-за музыки. Так, вы видели, что я на гриле обжарила баклажан. Дальше дожаривается. Здесь творожный сыр, чеснок, зелень и грецкий орех. Сейчас я это все дело перемешаю и заверну рулетики. Обычно баклажаны, такой рулетик я готовила с обычным сыром, чесноком, майонезом и заворачивала туда еще помидорку. Так, я не готовила, но вчера увидела в ТикТоке и очень сильно загорелась. Сегодня смотрю, я себе баклажаны не увидела в Лидл красивые. Возможно, я бы даже и не вспомнила про это. Смотрите, какая получилась масса. Много класть не буду в каждый баклажан, чтобы не было сильно жирно. И если баклажан останется в остальные, заверну тогда просто сыр и помидорку. По моему рецепту уже. Музыка Музыка Я уже попробовала кусочек. Музыка Мне очень понравилось. Чтобы я изменила, посолила бы баклажаны, вторую порцию посолила. А так вообще сочетание бомба. Однозначно буду готовить еще. Орешки можно поменьше порубить. Я уже спешила. И в принципе их можно поменьше положить. А так рекомендую. Так, у меня готово. Я, правда, несколько слопала. Ну, как несколько. Два-три примерно. И вот все, что получилось. Короче, еле больше я съела. Я уже сбилась. Но получилось реально очень вкусно. Еще мне безумно понравилось обжаривать на гриле для рулетиков. Раньше я на сковородке это делала. Лучше все-таки на гриле. Очень быстро и очень вкусно. Если попробуете так приготовить, пишите. Плюс я уже начала подготавливать все на равиоле по маргаритиному рецепту. Бекон, лук, все, что было. И когда Кирюша приедет, я ему сразу же отварю. Три минуты написано варится. Сделаю соус и будет готово. Так, я уже делаю равиоле тогда. Знаю, а это что? А, это баклажаны. Я первый раз такое вижу на золо. Почему? Я думала, что раньше делала такие рулеты с помидором и сыром. Ты забыл? И мы с тобой ели постоянно. Да, конечно, я не делала, может быть, год или два такие. Значит, я забыл. Ну, реально. Ну, плюс я не делала такими этими. Я делала в сковородке. Это можно? Да, пробуй. А что ты сейчас съел? Конфету? Да. Вот прожуешь и тогда попробуешь. Интересное твое мнение. Я уже просто половину съела. Их так вот берешь после кушать, да? Да. Хочешь, ты в тарелочку с вилочкой положи, если хочешь. Ты знаешь, что? Мне. Ой, сейчас горю здесь. Нравится. Пробуй. Что-то новенькое. Да, я знаю. Вообще, мне тоже. Когда ты мне приготовишь чем-нибудь новенькое. Я так вкусную. Что там внутри? Угадай. Угадай. Угадай, угадай. Угадай, угадай. Орел. Мы что-нибудь купили? Только поэтому. Сыр. Укроп. Ну, все. Короче, если бы он не ходил со мной в магазин, он бы не понял, что внутри. Нет, там еще петрушка и чесночок. Огонь? Ну, все. Да. Короче, он не может оторваться от моих баклажанчиков. Очень. А я тут, тем временем, готовлю полноценный обед. Это была закуска. Да? Сколько у меня? Сюда? Ну нет, еще. Галечо. Все. Ага. Так, ставим воду на равиоли. Они варятся 3 минуты. Тут варятся дети макароны с сыром. У нас изыски, а у них макароны с сыром. Не кормим детей. А можно еще одну? Да, можно сколько хочешь. Не одну остаться. Здесь лук и бекон. Вылею сливки. Маргарита напиши. Ты так делала? Заяц, ты же смотрел рецепт. Я не помню. Доставь, пожалуйста, черный перчик? К сливкам, к луку и бекону черный перчик очень подойдет. И соль. Ничего больше не буду. Сливки. Добавляем сливки. И перчик. Чуть-чуть поперчим. Чуть-чуть. Это чуть-чуть. И все это перемешиваем. Сейчас оно будет готово. Посолю еще чуть-чуть. Хотя бекон соленый. И это очень вкусно. Не переборщите. Ребята, я так обожаю эту сливочные соусы. Для меня паста в сливках это до дрожи вкусно. Ммм. Ммм. Соус получился, я вам скажу. Бомба. Но посмотрим, что скажет мой муж. Так, три минуты мы засекли. Варим. Равиоли. Честно, теперь из всех пельменей на свете люблю вот такие. Равиоли. Со шпинатом и сыром. Больше всего. Изумно вкусно. Надо разные пробовать. С разной начинкой. Я думала, здесь две порции они развалились. Ой, развалились. Разварились. Здесь, смотрите, можно 3-4 порции, да, съесть. Это тебе, это мне. Секунду. Давай, я жду. Раз. Ребята. Да. Получилось очень вкусно. Я уже попробовала. Раз, два. Вау. Вау. Еще чуть-чуть. О, благодарствую. Боже. Попробуй. Оставь соус на вечернюю порцию. Господи, как красиво. И это очень вкусно. Ребята. Знаете, что мы забыли сюда? Я ем и понимаю, что мне не хватает какого-то микро процента вкуса пармезана. Ну, мы уже за ним не поедем. Мы забыли. В соус внутрь нужен пармезан. И сверху тоже можно посыпать. Мы забыли пармезан. И даже, я даже его купить забыла. То есть, у нас нет. Я потратила недавно. Ну, ладно. Оп. Ну, попробуй. Реально вкусно. Но мы приготовим еще так скоро, потому что реально мне очень нравится блюдо. Безумно вкусное. Равиоли вот эти тоже, ну, сами по себе. Так, ну что, пробуем. Безумно вкусное. Но сыр. А, кстати, вердикт. Ммм. Маргарита. Спасибо за рецепт. Я тебе скажу так. У тебя очень вкусно. Очень-очень. Насюша приготовила... Заяц. О, я упала. Я упала. Насюша приготовила тоже очень вкусно. Так что... Ну, ура. Аминь. Сейчас еще раз сыром сделаем. Угу. Еще раз сыром сделаем. Ева, конечно, после Кайлы. Ева, конечно, ну, максимально маленькая. Ну, прям, знаете, вот как дюймовочка. Я не знаю, как... Надо было Еву дюймовочкой назвать. Подожди. Ева без фокуса. Ев. Девочки, ты готовы? Сейчас. А скажи еще что-нибудь, что она знает. Ева, ты хочешь гулять? Ева, ты хочешь гулять? А где папа? Ева, где папа? Папа? А где папа? Там будет папа. Ты хочешь гулять? Гулять? Зови Милену. Зови Милену гулять. Иди. Смотрите, кто у меня сегодня за рулем. Анастасия Сергеевна. За рулем этой машины. Что-то, да, я сегодня решил. Такой сегодня добрый. Я ей сказал, Настюша, едь ты. Я еще один раз была. И она вот села и поехала. Тогда... Ну да. Что? Нет, ну второй раз я только за рулем. Ну да. Тогда я только доехала до дома, помнишь? Да. Ну и как? Твои ощущения? Очень чувствуется, что она намного больше. Ну ты ясно. Чего ты дергаешь ее? Ну я хотела ее... Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Да, это прям как водитель, чувствую, что у меня прям габариты такие огромные. Но мне это не составляет никакого труда вроде как. Да. Да? Нормально я еду? Расслаблено, я вижу, да. Да, он любит, когда я еду расслаблено, как пенсионер, знаете. Нет, никак не расслаблено, а знаете как. Ты вытащи экранчик, опять мы там будем. Он иногда снимает, и там все разлыло. Расказано, да. Знаете как, мне нравится на этой машине ездить в скайп. Спокойно, ты сел, тебя она обняла, как кожный диван, и ты едешь, понимаешь? Но на моей так не поездишь. Здесь может быть сама атмосфера и удобство машины так и, ну прям тебя провоцирует именно так ехать. А на моей так не поездишь. На моей хочется, знаете, она такая маленькая, очень резвая, очень шустрая, быстрая, легкая. И на ней хочется так, я, ну, не люблю ездить на трассе, поэтому мне очень скучно. Я реально люблю ехать в городе. Ей скучно, вы это слышали. Я люблю ехать в городе и последнее время выбираю более сложные маршруты, чтобы мне было сложнее, светофоры, там машины, побольше такого движа. Мне так интереснее, понимаете? А мне нравится, сел и поехал. Но есть нужно где-то там, знаете, сделать, чтобы машина была пушка. Ну как бывает. Чтобы это было без проблем, чтобы ты не думал, а сможет, не сможет. Вот честно, когда вот Сеат Леон, ой, не Леон, а Газель, короче, была у нас, да? То на обгон, там, допустим, обогнать фуру на трассе, о, мне нужно было бы подумать, смогу ли я и успею ли я это сделать. Вот мы когда первый раз... Как его выключить? Просто нажми на него еще раз. Вот, все, молодец. А вот когда мы на ней поехали в Ригу первый раз, ой, вообще, такой кайф. О, все, приехали. Выходим. Опа! Настюшка припарковалась. Я, конечно, в поле вывстала. Ну что? Так, поле у меня выходит, а ты что там делаешь? Ну? Меня не все. Что? Я тебе Леон, ты мне это. Знаешь что? Ты по Сеатой соскучился, давай ты будешь туда. Нет, у тебя большой плюс в Леоне. У него есть фаркоп. Тебе он как раз нужен? Мне нет. Нет, он не мне нужен, он нам нужен. Кто за? Кто за? Меняемся? Он нам нужен. Тебе Леон пока идет, ты такой... Вот я вот сюда вот поставлю тоже фаркоп. И будет вообще... Я тебе свою дам. Офигена. Я такой у машины? Нет. А вот эту? Посмотрите. Вы знаете, что у нас сегодня просилило дома? Вечером. А, установить, подожди. Сейчас, 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 там же надо сделать молочко еще. Вы знаете, что у нас сегодня дома был концерт. Я сегодня побывал на концертах Шуфусинского, Лепса. Мы слушали музыку в пешных 90-х годах. Там был... Честно, спросите у Настюши? Репертуар, репертуар, репертуар был разный. А, без бабушки, Вера, похоже, она тоже любит такие концерты. Да ладно, но я не говорю, там просто смеха, Михаил, вы сидите вот так вот. Ты не слушал? Нет, сидеть вот так вот, маленький свет включить, начнищики. Ну, ты, ну, нет, конечно. Какой-то слушал. Бутырька, вот у меня был. Бутырька. 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 Так, так, все, так, где-то-ка? Нет, переключаемся. Я вообще-то думала, мы идем спать, а не решили коктейли. Мы сейчас сделаем коктейльчики себе, копчики сделаем и пойдем спать. А где мы снимали в последний раз? Пока мы делаем коктейльчики. А, я вам покажу, например, что вот цветочек купили мы сегодня домой. А, я показывала, видите, как я сплю, что я... Поля, принеси, что мы купили сменку? Мам, мне одеть? Нет. Нет, просто так. Нет, ручками принеси. Полинке, короче говоря, у нее она ходила как сменка в кроссовочках. И они у нее уже потеряли весь вид. Подожди, пока не включаю. Ну, конечно, я уже знаю. И маловато они тоже уже были, да? И как-то липучки уже не работали, вообще уже все. Ну, естественно, все кричит о том, что нужно заменить. Работает. И мы пошли сегодня, нашли такие же кроссовочки найковские. Все без проблем. А потом она говорит, хочу что-нибудь другое. В кроссовках как бы легко и удобно по школе бегать. Ты пришел, переодел сменку и бегаешь по школе. Нет, дай мне в руки, я не буду так. И мы зашли в магазин обувной. Я хочу. Сама хочешь? Да, папа. Сейчас я скажу. Рассказывай, что смотрела еще. Я сейчас так встану, чтобы было хорошо видно по свету. И мы зашли в обувной магазин. Я сплю. И показывай, какая обувь тебе понравилась. Мечталась. Да что вы. Вау. Видите? Дай я посмотрю. Там внутри белая такая. Мам. Внутри кожа, кажется. Мам. Не знаю. Да, внутри кожа. За 40 евро может быть кожа? Да, внутри кожа. 49. А, за 49. Короче, да, 49 евро. И что, Париж? Очень модные. Найковские были, конечно, дешевле, но она сказала, хочет эти. Ну, и мы подумали, что так лучше. Если пучка сложная, а что делать? Когда потом... Хотя, хоть и в школу, и на любой праздник, на любую линейку в них можно уже красиво. Я не знаю. Она в них дома вечером походила. Очень удобно. Главное, чтобы они ей не натирали. Мы не должны. Угу. И любыми штанишками. Она больше так в школу ходит. По классике, да, там. То, может, рубашечку какую-то, кофточку. Иногда свитшотик. Юбку. Ну, юбку нет, но платьишко иногда какое-то одеваешь. Трикотажное. С джинсиками, с разными там леггинсами. Классно будет. Да? Завтра ей не терпится пойти в школу. Мам. Что, мальчики? Хочешь сказать ему батата. Завтра с ним будем заканчивать видосик. Батата. Пока. И Полина тоже. Пока. Давайте весело-весело от нашей семьи. Ху-ху-ху-ху. Всем пока. У-у-у. У-у-у.